Доброе утро, дорогие друзья! Доброе утро! Мы продолжаем изучать Тору, слава Богу! Ашрейну, как говорится, ма-тоф-хел-кену, есть такое выражение в Торе, что счастливы мы, какой у нас прекрасный удел, что мы можем изучать Тору. Сейчас я включаю Телеграм. Вся технология развивалась в мире только, чтобы мы могли изучать Тору. Но нет другого смысла вообще во всей этой технологии. Зачем? Просто непонятно. То есть я вам скажу, что и Телеграм, и Фейсбук возникли, чтобы мы сегодня могли с вами вот так вот сесть спокойненько, поучиться. То есть другого вообще абсолютно нету никакого в этом смысла. Нету. Вот, сегодня у нас есть, слава Богу, картинка. И сейчас глава у нас МИКЭЦ. МИКЭЦ. И день сегодня, четвертый день, четвертый день главы, четвертый день главы, запись, начать запись. И все, пошла у нас запись в Телеграме, пошла запись у нас в Фейсбуке. И мы открываем книгу с комментарием Малбима на четвертом дне главы МИКЭЦ. Значит, все, здесь стало все хорошо. И вы знаете, вот очень интересно, когда все становится хорошо, когда все становится хорошо, то что? То это ненадолго. Потому что мы видим вот уже прямо из Торы, что жизнь идет полосами. Всегда, всегда, всегда. И у всех, у всех, у всех. Жизнь идет полосами. Черное, белое, черное, белое. Вверх, вниз, вверх, вниз. Зачем Всевышний так сделал, мы не знаем. Но это факт, который придется принять тем, кто пришел в этот мир. Мы в этот мир пришли. 8 миллиардов людей сейчас живет в мире, песчинок. Прям даже песчинок, песчиночек маленьких. Да, 8 миллиардов, которых через 70 лет уже никого не будет в среднем. Все 8 миллиардов уйдут из этого мира через 8 лет. И будет не через 8 лет, а через 70 лет. Вот в среднем 70 лет живет человек. 80 лет возьмем, да? Те, кто сегодня родились, через 80 лет они умрут. А все, кто живут, они как бы раньше. Представляете? 8 миллиардов не будет. Вот мы говорим, война, страшно, аварии, болезни и так далее. Как это все страшно? Но по факту это 8 миллиардов за 80 лет исчезает из земли. И, значит, но если те, кто учат Тору, те, кто служат Всевышним, те, кто занимаются своим духовным ростом, выполняют заповеди, они просто перейдут в следующий мир. А сколько там в следующем мире? Многие скажут, не, не может этого быть. А сколько звезд в мире? Вы знаете, сколько звезд? Триллионы, триллионы звезд. Почему не может быть, чтобы духовный мир, он был больше, чем материальный мир? Конечно, можно. Значит, сегодня у нас урок. Ле Рифа Шлема Александр бен Эмилия. Ле Рифа Шлема Моша бен Рита. Ле Рифа Шлема Рита Батбаса. И для полного выздоровления всех, кто нуждается в выздоровлении. Все. Значит. Ватих Лейна Шевашней Асава. И закончились 7 лет сытости. Начинается четвертый отрывок. Закончились 7 лет, была сытость такая, просто росло все. Ашер Ая Берет Смит Сраем. Что была эта сытость только в земле Едипта. Это важная вещь, говорит нам устная Тора. Что из-за того, что земля Едипта, она питалась Нилом, а остальные страны вокруг дождем, например, Израиль дождем, то уже в других странах было 7 лет тоже не очень хорошо с едой. Ватих Лейна Шевашней Арааф. И начались, значит, 7 лет голода. Как говорил Иосиф, Иосиф предупреждал всех, сохраняйте урожай. Едиптяне были двух типов. Были едиптяне, говорит нам устная Тора, которые продавали урожай в другие страны и очень хорошо заработали за это время. То есть они просто на сельском хозяйстве огромные деньги делали. Были, которые половину продавали, половину откладывали. Потому что Иосиф всех предупреждал, будет голод. И был голод во всех землях, вокруг земли Израиля. А в Едипте был хлеб. Откуда был в Едипте хлеб? Мы знаем, Иосиф собрал зерно, и у него была методология, то, что он разработал, как это зерно сохранять. Ватерав, коль эрот с Митсраем, и начался голод во всей земле Израиля, и начал кричать народ к фараону, дай нам хлеба. А сказал фараон всем едиптянам, идите к Иосифу, все, что он скажет, вам сделайте. Устная Тора нам говорит, что кроется за этим, все, что он скажет, вам сделайте. Значит, когда начался голод, у них у всех сгнило то, что у них оставалось. У кого-то не было, потому что они оптимисты такие были. Да, все нормально, типа, у нас же деньги есть, скупим. У других, значит, сгнило то, что они сохраняли, то, что они хотели продать. В общем, ни у кого не осталось хлеба. Они пошли к Иосифу, а Иосиф им говорит, вы знаете, и говорит, надо потихоньку-потихоньку менять свой образ жизни, надо менять свои качества, надо менять свои подходы, да. Надо, начнем с обрезания, говорит Устная Тора, что он им сказал, что все едиптяне должны сделать обрезание. Едиптяне пошли к фараону, говорят, какое обрезание, почему обрезание. А едиптяне были очень развратом, они занимались. Иосиф хотел их побудить, чтобы они меньше занимались развратом. И поэтому обрезание сделать. А фараон им говорит, идите к Иосифу, все, что он вам скажет, сделайте. Они говорят, почему? А он говорит, потому что у вас хлеб сгнил, а у него полное хранилище. Поэтому его мудрость доказанная, а у вас не доказанная. Поэтому делайте. И они все сделали обрезание. Это есть эти Медрашимус Натур. А голод был на всей земле. И открыл Иосиф все свои хранилища. И продавал хлеб. И со всей земли пришли в Египет покупать к Иосифу. Получилось, что у него только были хранилища, только были в Египте. И голод усиливался на всех землях. И увидел Яков, что есть хлеб в Египте. И сказал Яков своим сыновьям. «Лама Титрау. Зачем вы показываете себя?» Значит, тут устная Тора нам говорит такое объяснение. Он им сказал, зачем вы показываете себя. Есть три объяснения, что он имел в виду. Первое объяснение такое было, что... Значит, зачем вы показываете, что у вас еще есть хлеб? Окрестным. Было очень интересно, что... Откуда Иосиф знал, как сохранять хлеб? От Бога. Бог ему открыл это. А братья его, которые были праведники, которые учились от Якова, они тоже знали, как сохранять хлеб. От кого? От Бога. И у них тоже был хлеб. Первое объяснение, что Яков им говорит. «Не показывайте, все вокруг голодают, а у вас есть хлеб». Ну, кушайте тихонечко. Не надо, когда вокруг голод, ходить там с булками, с этими самыми, с питами и говорить, что у нас есть. Это первое объяснение. Второе объяснение было такое, что у них не было хлеба, на самом деле тоже, потому что они не знали, что будет голод. Но они показывали, как будто бы у них все нормально. Зачем вы показываетесь, дословно происходит. Бывает, что человек, у него, значит, нет хлеба, а он показывает, как будто бы у него есть хлеб. Что у него все хорошо. То есть здесь тоже непонятно. Надо ли показывать, что тебе плохо или не надо? То есть это большой вопрос. Говорят, что он им сказал, не показывайте, что у вас все хорошо, когда у вас все плохо. То есть нужно, знаете как, вот здесь многие иногда, когда начинают учить Тору, удивляются неоднозначности. Да, все очень, в этом мире все неоднозначно. Например, когда человек заболевает, есть такое правило. Значит, первые три дня, пока еще не точно известно, заболел он или не заболел, не говорят, что он заболел другим людям. Почему? Потому что благословение есть вещи, спрятанные от глаз. Значит, пока он еще неизвестно, вот он только начинается. Если все скажут, да, он болен, то они как бы зафиксировали, что он болен. А если он молится, он просит Всевышнего, он делает знаку, он больше учит Тору, он прилагает все усилия, еще его болезнь, она еще как бы в таком зачаточном состоянии. Но он делает максимальное действие в духовном плане, чтобы убрать корень этой болезни. Откуда мы это учим, я сейчас вспомнил. Когда-то есть такая в Талмуде история, когда заболел царь Хисхияу. И он заболел, и он был при смерти. И к нему пришел пророк Ишаяу. И пришел к нему пророк Ишаяу, ему говорит, у меня к тебе пророчество, ты умрешь и не будешь жить, он ему сказал. Царь Хисхияу ему говорит, за что, объясни мне, ты пророк, объясни, почему я умру в этом мире и не буду жить в мире грядущем. Я всю жизнь был праведный царь, делал только праведные вещи. Почему я должен умирать в этом мире и теряю долю в мире грядущем? Тот ему говорит, потому что ты не выполнял заповедь про урву, кладитесь и размножайтесь, то есть мера за меру. Ты, значит, не хотел, чтобы были дети в мире, чтобы была жизнь. Всевышний тебя лишает жизни. Царь Хисхияу ему говорит, так я же не хотел, по какой причине? У меня было тоже пророчество, что дети будут злодеями. Я не хотел, чтобы было зло в мире, я праведник. Говорит ему пророк Ишаяу, это не твое дело. Ты должен делать то, что Всевышний сказал тебе делать, а Всевышний дальше разберется. Твоя задача выполнять заповеди так, как они записаны. Кладитесь и размножайтесь. Тогда Хисхияу ему говорит, дай мне свою дочку в жены, может быть, твои заслуги, ты пророк, и мои заслуги, помогут, чтобы дети не были злодеями. А пророк Ишхияу ему говорит, какую дочку в жены? Уже постановление на небе вынесено. Значит, не кзыра кзыра. Уже на тебя постановление вынесено, ты умрешь, не будешь жить. Ты аж пророк. А царь Хисхияу ему говорит, я получил из дома отца моего, царя Давида, он был из потомков царя Давида, что даже если острый меч лежит на твоей шее, не переставай надеяться на милосердие Всевышнего. И тут вот он ему сказал такую фразу, остановись, никому ничего не говори, он ему сказал, замолчи. И повернулся к стене и начал молиться. Я видел комментарии как раз, что он ему сказал, никому не говори, что я болен и что я умру. Пока еще люди об этом не знают, это еще не установленная реальность. Это еще пока знаешь только ты и я про это постановление. И у меня есть еще возможность его изменить. И действительно, он молился, Всевышний дал ему еще после этого 15 лет жизни. Он женился на дочке пророка Ишаяу. И что интересно, дети, которые родились, у него два сына родилось от этого брака, они убили пророка Ишаяу, представляете? То есть были злодеи такие, что вообще, ну просто нереальные злодеи. И они даже убили дедушку пророка Ишаяу. Да, вот такая вот жизнь бывает. В общем, Яков сказал им, чтобы они не показывали, что у них все хорошо, если у них нет хлеба. Второе, чтобы у них был хлеб, они тоже не должны были это показывать, чтобы не вызывать зависть и плохой глаз. И третье, совершенно другое объяснение. Не показывайтесь, значит, есть другое значение этого слова, что он им сказал, зачем вы мучаетесь. Наоборот, он им сказал. Значит, и сказал, вот слышал я, что есть хлеб в Египте, спускайтесь туда в Египет и купите нам оттуда еды, хлеба. И мы, значит, будем жить и не умрем. Так он им сказал. И спустились братья Йосефа в Дестером купить хлеб в Египте. Скрыта очень еще дополнительная информация. Почему написано спустились братья Йосефа и не написано спустились сыновья Якова? Только что был разговор про Якова. Можно было написать, и спустились сыновья Якова в Египет. Или сыновья Исраэля в Египет. Почему написано братья Йосефа? Потому что когда они пошли в Египет, они думали о том, как найти Йосефа. Они ощутили свою вот эту вот братскую к нему привязанность. Они, как всегда, в моменты, когда человеку плохо, а им было плохо, потому что голод, человек начинает вспоминать свои грехи. Он вспоминает, где он ошибся. Он вспоминает, что же его привело. Это называется тшува, раскаяние. Всевышний вынужден делать для нас ситуации страдания, чтобы мы осознали через эти ситуации, где мы ошибаемся. Если бы мы не ошибались, Всевышний не делал бы нам страдания. Он не хочет. Приходится ему делать для нас всякие болезни, войны и так далее, чтобы мы остановились и сказали, куда мы не туда свернули, где мы ошиблись. И когда они спускались, они себя ощутили братья Йосефа, они уже в душе, каждый понимал, что эти неприятности... Кстати, представьте, Иуда, который был один из инициаторов продажи Йосефа. Ну, они хотели его вначале убить, потом продали. У него сразу после этих событий он ушел. Помните, была история? Эр Веомян, два его сына. У него два сына умерло. Это страшно, да? То есть, наверное, в тот момент он задумался о жизни, о том, что где-то он что-то не так сделал. Тора мимо этого прошла. Но мы знаем эту историю. Хорошо. Значит, спустились они. Вед Беньомин, Ахи Йосеф. А Беньомин, младший брат Йосефа, при родах которого умерла мама Йосефа, его не послал Яков вместе с братьями, потому что сказал, может быть, случится с ним несчастье. Значит, здесь тоже скрыт один из законов Торы внутри, что когда человек входит в опасность, то появляется ангел, который называется ангел-обвинитель. То есть, опасность, она сама по себе ситуация. Это как ангел-обвинитель, да? И человеку в этот момент, как бы, он вызывается на суд. Останется он жить или нет? Поэтому запрещено выходить в места опасности. То есть, Яков сказал, нет, я его в дорогу не пошлю. Дорога это было место опасности. В дороге умерла как раз его мама. И пришли сыновья Исраэля среди входящих. Потому что был голод в земле Кнаан. Значит, из земли Кнаан, там, где сейчас Израиль, значит, шли караваны в Египет покупать хлеб. И братья, когда они шли вместе с этими людьми, они рассредоточились. И они заходили, говорит нам Устная Тора, в Египет, в город, они заходили через 10 разных ворот. Потому что их предупредил Яков, этому же закону, чтобы вас не сглазили. Идут 10 братьев, 10 богатырей, хорошо выглядят, хорошо одеты. Люди скажут, вот, позавидуют. И Яков сказал, нет, сказал Яков, заходите в разные, чтобы вы по отдельности шли. И они зашли с разных ворот. Вы, Иосиф, он был правителем над землей. И он, значит, так сделал, что все, которые покупают хлеб иностранцы, они все приходили через него. И он давал разрешение на экспорт зерна. То есть, лично он занимался каждым случаем и продавал зерно только Иосиф. И ваиштаху ло апаем арца. Когда братья пришли к Иосифу, он главный, вот тут мы видим, тут мы видим все эти разницы между древним миром и современным миром. Они распластались перед ним ниц. Лицом на землю ложились все входящие. Представляете, приехали вы сейчас, например, куда-то за границу. И приходите вы, таможенная служба. Сидит таможенник такой. И, значит, нужно перед этим таможенником ложиться на землю, вот так вот распластываться. То есть, там было в древнем мире очень четко, так как они жили в состоянии постоянной опасности, была очень жесткая иерархия. То есть, если ты правитель, значит, все перед тобой должны лежать на земле. И вот они распластались перед ним на земле. И Юсиф увидел своих братьев и узнал их. Значит, и начал с ними говорить кашот. Жестко начал с ними так говорить на египетском. И сказал он им, откуда вы пришли? Они сказали, из земли к Нанской мы пришли купить еду. Значит, Юсиф узнал братьев, а они его не узнали. Почему они его не узнали? Потому что, когда они его продавали, ему было 16 лет, у него еще не было бороды. А у них уже были бороды в то время. И они даже представить себе не могли, что их брат, которого они продали в рабство, может дойти до правителя Египта, премьер-министра Египта. То есть, это им в голову не приходило. А он знал, что они должны прийти. И вспомнил Юсиф это халамот, которые были у него. Его сны он вспомнил. А мы помним тоже его сны. Значит, что ему снились сначала, как 11 снопов поклоняются его снопу. И он вспомнил этот сон. И сказал он им, после того, как вспомнил этот сон, а во сне же было 11 снопов, а их пришло 10. Но он понял, что первая часть, раз первая часть сна исполнилась, значит, исполнится и дальше сон. И он тогда им сказал, Мироглим Атем, вы разведчики, пришли вы посмотреть, поискать слабое место в этой земле, для того, чтобы напасть. И сказали ему, нет, господин наш, мы пришли покупать хлеб. Мы сыновья одного человека. И мы честные. Никогда не были мы Мироглим. Никогда мы не были разведчиками. Устная Тора нам говорит, а Йосеф, когда он им устраивал допрос, он им говорит, а почему вы пришли через 10 ворот разных? Значит, сказал Йосеф им, нет, вы пришли, значит, Эрват, Аарец, вы пришли искать слабое место в земле, пришли вы его выистивать. И он им задает вопрос, почему вы зашли через 10 ворот? В Айомру. Они ему отвечают, 12 нас, рабов твоих, братьев, и, значит, мы сыновья все одного человека, в земле к нам. И вот, младший брат, самый маленький, он остался с папой, а один, Эйнено, одного нету, один пропал. И сказал им Йосеф, а, дальше пропущено, Устная Тора нам дополняет, что пропущено. Он им говорит, ну, хорошо так, почему вы зашли через разные ворота? Они говорят, мы его начали искать, мы решили, что мы его будем искать, и мы его найдем в любом случае. Он говорит, ну, если бы вы нашли, и что бы вы сделали? Они говорят, мы бы его выкупили из рабства. Он им говорит, а если бы его не отдали? Сказали, мы его не продадим. Они говорят, мы силой бы его забрали, мы бы устроили бы войну, и силой бы забрали. И следующий Атре, воема радаем, и он сказал им, Йосеф, а, вот то, что вы сказали, это то, что я говорил про вас. Мироглиматем, развечите вы. А, вы же сами признали, что вы бы воевали бы, и вы бы убили бы кого-то и жители Египта. Значит, вы развечите. И теперь, мы вас сейчас проверим, сказал он. Мы устроим вам сейчас проверку на детекторе лжи. Но это не было тогда детектора лжи, поэтому он сказал, клянусь жизнью поро, что вы не выйдете отсюда, а только, если приведете младшего брата сюда, Бенемина, который остался с папой, чтобы сбылся сон, что 11 снопов ему поклонились. Значит, пошлите одного из вас, и он пускай возьмет братья, а вы будете пока здесь сидеть в тюрьме. И мы проверим, правду вы говорите или нет. Но если нет, то тогда, клянусь жизнью поро, развечите вы, и будет вам плохо. И, значит, посадил он их в тюрьму на три дня. Видите, откуда идет три дня заключения? Вот из этого как раз времени почти три с половиной тысячи лет, значит, трехдневное заключение он их посадил. И сказал им Юсеф на третий день, вот это сделайте и будете жить. Он говорит, ладно, я вам сейчас говорю, что делать, чтобы остаться в живых. Это Элаим, они и Аре. Бога всесильного я боюсь. Все, на этом заканчивается сегодняшний отрывок. Что будет завтра, мы узнаем завтра. Что будет дальше, мы узнаем. Значит, давайте подведем итог сегодняшнего дня. Что мы сегодня поняли, узнали? Значит, мы узнали, что события, которые с нами происходят, это следствие тех событий, которые были с нами в прошлом. И если мы делаем какие-то ошибки, какие-то неправильные действия и так далее, то это все возвращается нам к какими-то неприятностями сегодня. И человек, который понимает, он начинает то, что называется ляхзорбитшува, вернуться, вернуться к раскаянию. Вернуться к раскаянию. То есть он возвращается к корню своих неправильных действий. Он ищет, где были неправильные действия. И когда он находит этот корень, он исправляет корень. как делается чува раскаяния, ты начинаешь исправлять, то есть ты первое исправляешь желание. То, что ты хотел сделать в прошлом неправильно, ты теперь хочешь сделать правильно и хочешь исправить. То есть ты рацион, твое желание, которое является двигателем, ты его вначале разворачиваешь, потом ты вслух об этом говоришь, то есть ты начинаешь делать действия по новому маршруту, ты как бы создаешь себе новую карму, да, то, что называется. и после того, как ты уже начинаешь говорить и действовать по новому маршруту, ты исправляешь максимально то, что ты делал тогда, то, что братья пытались сделать. И после семи лет сытости идут семь лет голода, но когда ты исправишь то, ради чего был голод, то мы знаем, я вам даю спойлер, что будет дальше, голод закончился через два года, потому что братья сумели исправить то, что они натворили в прошлом. Все, дорогие друзья, завтра, значит, с Божьей помощью встречаемся в 10 утра и продолжаем изучать Тору. И в заслугу, что мы изучаем Тору и приводим в этот мир божественный свет, Всевышний ответит на наши молитвы и с Божьей помощью все, кто надо, выздоровят, все, за кого мы молимся, и каждый получит свое благополучие, благословение и закончится война, с Божьей помощью закончится война прямо в ближайшие дни. Я верю, что все возможно в ближайшие дни. Как Йосеф вышел из тюрьмы из ямы после 12 лет в один момент, так же спасение наступает в один момент. Так, до завтра.